Всем привет! Сегодня я к вам возвращаюсь с расхламлением. Да, вот такое вот неожиданное появление. Я решила, что нужно снять большое видео, потому что маленьком я это все не покажу. Я очень много косметики хочу отдать, раздать, подарить. В общем-то, здесь прям два мешка. Поэтому я решила, что я вам это все покажу. Начну я с вот такого вот пакета. Здесь вход, интегративка, все что угодно буду листовать по одному продукту. Показывать. Первое. Это вот такой вот гидрофильный бальзам. Масло-бальзам. Очень удобный формат. Хочу просто отдать маме, потому что у нее нет гидрофильного масла. А это классное и компактное, удобное. Можно с собой куда-то брать. Хочу ей просто его подарить. Я один раз его использовала. Дальше. Вот такой вот тон от Парисе. Мне он тоже нравится. Хочу его отдать, наверное, маме. Хотя после вскрытия у него срок, ну, год. Но он еще годный, поэтому он по оттенку ей лучше подойдет, чем мне. Он мне нравится. Он увлажняющий и очень хорошо лежит на коже. Дальше. Вот такая пенка от Маскохолик. Мне она нравится. Точнее, это не пенка, это тонер-пенка. Я тоже его отдам маме. Потому что он классный. И в целом у меня просто очень много тоников. Дальше. Вот такой вот BB-крем от Холики-Холики. Даже в самой ситуации он немножко темноват. Но так он классный. Я его тоже отдам маме. Дальше. Две тональных основы от Эвелин. Вандер Мэйч, Люми и просто Вандер Мэйч. Я не знаю. Я, скорее всего, их выброшу. Потому что у меня на них высыпание. И я не хочу никому их отдавать. Ну, хотя в целом-то кому-то может подойти. Просто у меня, видимо, индивидуально не переносим из каких-то компонентов. Но, может быть, кому-то отдам. Может быть, просто выброшу. Вот этот очень-очень светлый. Даже видно, наверное, да? Да. Также из этой же коллекции, из этой же серии, это консилер. Он мне тоже нравился. Но я думаю, что лучше от него избавиться. Потому что, возможно, у него у меня тоже реакция. Дальше. Два консилера от Seven Days. Один в 01-м оттенке, другой в 02-м. Я тоже думаю их либо выбросить, либо отдать. Годен для 2025. Но это кремовый продукт. После вскрытия я не знаю, сколько у него срок годности. Здесь не написано. А он хороший. Но для меня немножко плотноватый. И одушка у него яркая. Вот такой блеск от Maybelline. Я дам маме. Он новый. Я им пользовалась два раза. Он очень красивый. Мама у меня как раз любит такие блестки. Очень такие яркие. У него большой аппликатор. И он прям такой золотой, роскошный. И их уже, как я понимаю, не продают. Потому что Maybelline ушли из России. Дальше вот такая однушка тени-хайлайтер от Shik. Оттенок 03. Ну, я думаю, что просто он скучноват для меня. И маме в качестве тенюшек будет тоже хорошо. Дальше вот такой вот сияющий бронзер. Я еще не уверена, кому я его отдам. Но он тоже клевый. И мне нравится здесь вот такое прям яркое сияние. Все это если смешать, получается очень такой классный бронзер. Тоже хочу его куда-нибудь отдать. Потому что у меня очень много бронзеров. Такая помадка от Beauty Bomb. Оттенок не помню какой. Но который коричневый прям такой холодненький. Вот. Ну, она прикольная. Но просто мне не подходит оттенок. Дальше вот такой вот стик от Essence. Это стик под глаза. Я просто немножко не поняла, что он делает. Это просто как такая, знаете, гелевая штучка. Вот такая. Ну, он ничего не делает по факту. Поэтому, скорее всего, его я просто выброшу. Дальше вот такой блеск от Chic. Я не знаю, купила его. Потом поняла, что этот цвет вообще не для меня. Он мне красиво на мне смотрится. Хочу просто выдать тому, кто будет с удовольствием им пользоваться. Вот такой вот очень классный консилер от Essence Camouflage. Но это матовая версия. У меня такой же сияющий. Я им пользуюсь. Матовый для меня именно оттенок не подошел. Немножко мне его прислали. Просылки. Это мой второй оттенок. И он мне темноват. Хотя называется Light Ivory. Вот так. Мамин там тоже. Следующая это палетка от Stanivich. Очень прикольная палетка. Это бронзеры Miami называется. Она новая абсолютно. Я ее даже не снимала в пленочку. Она красивая. Здесь такие сияющие румяшки. Хайлайтер. И два сияющих бронзера. Вообще бомба. Выглядит так вкусненько. Хочется съесть. Здесь даже название Shuga Cookie. И я хочу тоже ее маме подарить на Новый год. Потому что мне кажется, что ей понравится. Дальше избавляюсь вот от такой палетки Physicians Formula. Она мне очень нравится по текстуре. И упаковка у нее такая галлографическая. Тени безумно шелковистые. Вообще обожаю ее. Но просто у меня много похожих оттенков. Тоже хочу отдать ее маме, чтобы делать такие естественные, красивые макияжики. Ей подойдет. Ну, не считая вот этих, конечно, двух оттенков. Они такие спетофичные. Но в целом палетка очень симпатичная. Дальше. Вот такие румяна от Eva Mosaic. Это оттенок 12. Использовала я их ноль раз примерно. Только свочила тоже. А там маме, мне кажется, что ей оттеночек подойдет. Они, видите, с таким шиммером золотым. Персиковые. Они для меня прям светлые. А мне кажется, что маме зайдет. Также вот такой новенький тон. Угадайте, кому я его отдам. Мне кажется, у меня здесь просто все маме пойдет. Маме или тете. Вот. И потому что подругам моим уже ничего не нужно. Я уже отдаю, отдаю. Уже никто не хочет ничего брать. Поэтому отдаю маме. Я думаю, что ей понравится. Это такой вот тон. У меня такой есть. Открытый. Сейчас я вам покажу. Он вот с такой пипочкой, как консилер. И он прикольный. Оттенок у него такой. Немножко рыжеватый. Мне кажется, что маме идеально подойдет. У меня он тонноват, но я все равно его пользуюсь. Под настроение. Дальше. Вот такой вот тон тоже отдам маме. Я его покупала на Яндекс.Маркете. Это тон от Luxe Visage. Skin Evolution. Мне кажется, что вот для возрастной кожи именно вот такой вот тон. Он будет прям хорошо лежать, потому что мега увлажняющий. Также вот такая тушь от Evelyn. Это что-то тут? Viva Curlet. Luscious. Lashes. И она мне попалась в сюрприз-боксе. Я хочу ее, дете, на Новый год положить в пакетик. Вот. Ну, просто я не хочу открывать еще один тушь. У меня их очень много. И мне сложно угодить. Дальше расхламляю вот такой бальзамчик. Как видите, он новый тоже. Попадался мне все в сюрприз-боксе. Положу кому-нибудь в подарок. В дополнение к подарку. Они хорошие, эти бальзамчики, Evelyn. Также еще в подарок кому-нибудь положу вот такую вот подводку черную. Они классные. У меня оранжевая, голубая. Они мне прям нравятся. Черную я не открывала, потому что черных у меня много. Но вот такая вот она с фетром. Но при этом очень такая, знаете, упругий у нее кончик. Так же вот такой кремушек для рук. Он тоже новый. Просто я его отдаю. На подарок кому-нибудь очень красиво выглядит. Написано, что он с мерцающими частичками. Вот такой мега мерцающий, переливающийся блеск от Essence тоже пойдет моей маме. Потому что он красивый. Но у меня очень много продуктов для губ. Вот такую помадку от Beauty Bomb, которую я тоже не открывала. Это матовая помада. Я ее положу тете в подарок, скорее всего. Это такой, знаете, самый ходовой оттенок. Не помню. Но второй. Да, ноль второй оттенок. Ничего не фокусируется. Вот ноль второй. Я ее тоже положу в подарочек. Она очень красиво, презентабельно выглядит. И моя тетя любит матовая помада. И вот еще расхламляю вот такую вот тушь от Juvenion. Она мне безумно нравилась. Но она просто закончилась. У нее классная щеточка. Силиконовая. Очень она, знаете, упругая. Вот такая гнется. При этом хорошо прокрашивает реснички. Это просто огонь. И не осыпалась. Я очень любила эту тушь. И хотела бы, чтобы они выпустили ее снова в продажу. Так как ее сейчас нет. Также расхламляю вот такой тоник. От Е7. И не знаю, как считается правильный бренд. Он классный. Но просто у меня много открытых тоников. Я не успеваю ими пользоваться. Я бы лучше кому-нибудь отдам. Потому что срок годности у него очень нормальный. После вскрытия. После того, что кто-нибудь им пользуется. И радуется жизни. Чем я очень умную буду просто простаивать на полке. И просрочиться в итоге. В целом, это пока все, от чего я избавляюсь. Но мне кажется, что в скором времени я сниму еще одно видео. Потому что хочу, знаете, так глобально перебрать косметику. Ну, а пока вот так вот. Надеюсь, что в скором времени буду снимать еще различные большие видео. И не на телефон, а на камеру. Но сейчас просто нет такой возможности. И немножечко у меня выгорание, так сказать. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр. Всем бай-бай.